Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Здесь будут содержать те, кто совершил преступление небольшой тяжести. В поселке Кавказском открылся исправительный центр для 130 осужденных. Автоаварии на дорогах Карачаева-Черкесии. На этот раз в ДТП погибли три молодых человека. Полицейские выясняют все обстоятельства. Поздравления с Днем Матери продолжаются. Депутаты парламента Карачаева-Черкесии поздравили многодетную маму Марию Васильевну Попову. Главное, что их объединяет, это бесконечное служение выбранному делу и большой патриотизм. Союз женщин республики пополнился активистками. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе двухсторонней встречи с первым заместителем председателя правительства республики ХЗРМ Чекуема обсудили вопросы, связанные с формированием профессионально-футбольного клуба «Нарт-Черкеск». Было отмечено, что сегодня формируется кадровый состав руководящего и тренерского штабов, а также вся необходимая документация для подачи заявки в Российский футбольный союз. Кроме того, вице-премьер доложил о ходе уборочной кампании в растеневодческом хозяйстве республики. В целом, аграриям намолочены свыше 250 тысяч тонн зерна, из них большинство составляет кукуруза. Собранный урожай на сегодняшний день состоит также из 90 тысяч тонн сахарной свеклы, 21 тысячи тонн картофеля. На полях продолжается и сев озимых зерновых ячменя, пшеницы и рапса. Сегодня в поселке Кавказском Прикубанского района прошло открытие исправительного центра. Данное учреждение предназначено для содержания 130 осужденных к принудительным работам с условиями исправительного центра. Познакомился и Алихан Лепшоков. Исправительный центр номер один – это альтернатива лишения свободы для тех лиц, которые совершили преступление небольшой тяжести, а также доказавшие свое исправление при отбывании наказания в исправительных учреждениях. На открытии главный федеральный инспектор полупреда президента России ВСКФО по Крачево-Черкесии Гальдральщиков подчеркнул, что здание оборудовано по всем федеральным стандартам, а сам вид лишения свода осужденных является очень важным шагом для гуманизации всего института исполнения наказания. Рассмотрен вопрос по размещению контингента осужденных до 400 человек на территории агрокомбината «Южный». Уже бизнес-сообщество имеет интересы по расширению данного вида наказания, исполнения наказания. И есть определенные наработки у правительства. Остается работа по линии УФСИН, по созданию условий нормативных для содержания осужденных в субъекте. Ну и, соответственно, первая ласточка – это открытие данного исправительного центра, который оборудован в соответствии с требованиями законодательства по всем федеральным стандартам. И вот, перерезав красную ленту, собравшиеся осмотрели условия содержания осужденных в новом исправительном центре. Здесь будут находиться 130 человек, из них 118 мужчин и 12 женщин. В целях минимизации контактов обширитие расположено на разных этажах здания и разганичено отсекающими решетками. Имеются 30 комнат для проживания осужденных. Полностью оборудована столовая, прачечная, комнаты для проведения религиозных обрядов, а также все необходимые помещения для качественного функционирования исправительного центра. Я считаю, что данные условия являются удовлетворительными, даже более чем удовлетворительными, потому что все помещения, которые мы прошли, соответствуют необходимым требованиям. Даже помещения, где будут находиться лица, по квадратным метрам соблюдены, имеется пожарная безопасность. Посетили мы места для проведения религиозных обрядов, очень прилично оборудовано, отдельно для мусульман, отдельно для христиан. Очень удивило то, что все чисто, красиво. Осужденные, находящиеся в исправительном центре, обязаны трудиться в местах, определяемых администрацией данного учреждения. В частности, они будут работать в агрокабинате Южный, куда их будут доставлять автотранспорт предприятия. Руководство отдела федеральной службы исполнения наказания по Карачаево-Черкесии отмечает, что подобная практика позволит осужденным пройти срок лишения свободы с пользой для себя и общества. Данное мероприятие, это было его исполнение поручения президента Российской Федерации. Сейчас, в общем, по всем областям общества идет гуманизация, в том числе по уголовно-исполнительной системе. И сейчас именно очень актуально как раз-таки данный вид наказания, то есть правительная, принудительная работа. Вы сами увидели, какие здесь условия. Они максимально приближены, скажем так, к тем, которые есть и дома. Конечно же, это все только для того, чтобы люди по отбыванию своего наказания влились в наше общество полноценными гражданами. Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Сотрудники изолятора временного содержания провели тактико-специальные учения по предотвращению провокаций со стороны уголовно арестованных преступников. Условно арестованных преступников, извиняюсь. Были спроецированы три возможные ситуации, когда условно арестованные устроили провокации с целью побега. Основной задачей стала отработка и слаженность действий в страже правопорядка, ситуационное реагирование при возникновении ЧАЭС. По словам начальника изолятора временного содержания Ислама Аги Киева, учения прошли успешно. В ходе мероприятий сотрудники изолятора продемонстрировали четкую последовательность и слаженность действий. Как отметил заместитель начальника полиции отдела МВД России по Черкесскому Рад Бирюкаев, подобные учения проводятся ежемесячно. Меняются задачи, локации, условия выполнения для максимально грамотной работы в возможных реальных условиях. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Черкесске. 26 ноября в 00.16 на пересечении проспекта Ленина улицы Лермонтова Республиканской столицы произошло столкновение автомашин Land Rover, Range Rover и ВАЗ-2114. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека, находящиеся в 14-й. Жители города Усть-Джигута, аула Эль-Таркач и села Чапаевское 2002-2003-2002 годов рождения. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. По предварительной информации автоавария произошла из-за того, что водитель внедорожника не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в освещенном направлении. На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения. Просим вас, соблюдайте правила дорожного движения. Помните о их неукосительном соблюдении. Ни в коем случае не допускайте нарушения правил дорожного движения, так как ценой этого может стать ваша жизнь. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Многодетные семьи. В гости к семье Поповых пришли депутаты парламента республики, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Хасан Хубиев и заместитель руководителя исполкома регионального отделения партии Единая Россия Фатима Карданова. Они поздравили маму семерых детей Марию Васильевну с праздником, вручили ей цветы и подарки, фрукты и пожелали быть счастливой и любимой, гордиться своими детьми. Спасибо вам за терпение, мудрость и любовь. Мы же готовы подключиться к решению любой вашей проблемы, отметил Хасан Хубиев. В свою очередь многодетная мама рассказала, что ее муж исполняет воинский долг в специальной военной операции на Украине. В настоящее время в их доме проводится ремонт и попросила оказать содействие в помощь в разводке газовых домовладений. У меня есть проблема, связанная с газоснабжением. Проблема заключается в том, что у меня социальный контракт, а там выставлены рамки. Стоят, мне вывели. А получается, обвязку здания сделать, бригады говорят, что нет. Хотелось бы, чтобы это ускорили и оказали в этом содействие. Хотелось бы, чтобы мне оказали поддержку в плане обвязки дома. Яркий и незабываемый праздник для мам республики в одном заведении Черкеска устроило региональное отделение Союза женщин России. Было много на поздравлении цветов и наград. Союз женщин в этот день пополнился новыми активистками, среди которых не только многодетные мамы, но и женщины, внесшие свой вклад в развитие не только нашей республики, но и страны. На торжестве побывала Белла Джозаева. Многодетные мамочки, домохозяйки, работницы сельского хозяйства, деятели искусства и культуры, педагоги, медицинские работники и даже эксперт Государственной Думы. Все эти представительницы прекрасного пола, которых теперь объединяет Союз женщин, каждая в своей сфере уникальна. Но главное, что их объединяет, это бесконечное служение выбранному делу и большой патриотизм. Иначе и не может быть. Ведь региональный Союз женщин России в нашей республике возглавляет многодетная мама, одна из немногих женщин в России, возглавляющих, как говорили ранее, огромное хозяйство колхоз Кубань, ныне сельхозартель Марина Барлакова. Марина Рамазановна – меценат и патриот. И вокруг себя она собрала именно таких женщин, неравнодушных, как всему происходящему. Хочется отметить, что в день празднования мам Марину Рамазановну отметили по заслугам. Ей вручили почетный знак «Трудовая доблесть России». Ну а сама организатор этого красивого праздника вручила собравшимся дамам благодарственные письма и значки о членстве в Союзе женщин. Провести это мероприятие нам помогло наше головное отделение Союза женщин России в лице Екатерины Филипповны Лаховой. Финансовую часть они взяли на себя. Также я благодарю всех женщин, которые сегодня собрались на этом мероприятии. Каждая из них внесла свою лепту в организацию этого мероприятия. В преддверии такого замечательного праздника хотелось бы от имени Карачаева-Черкесского регионального отделения Союза женщин и от себя лично поздравить всех женщин Карачаева-Черкесии, пожелать им всем крепкого здоровья, терпения, сил, мирного неба. На это праздненство, которое, конечно, было приурочено ко Дню Матери, в этот раз приехали представители всех районных организаций Союза женщин. Помимо самого праздника, у собравшихся был и еще один весомый повод собраться. Дело в том, что с самого начала специальной операции на Украине активистки Союза женщин под руководством Марины Барлаковой участвуют в акции «Сердце матери». Они собрали и отправили не одну партию гуманитарной помощи нашим ребятам. Спасибо Союзу с женщин за это чудесное мероприятие, за приглашение. Также я хотела бы сказать, что я являюсь одним из админов группы, которую мы организовали в телеграм-канале. Наша группа называется «Встанем за наших». Он есть в свободном доступе. Там мы рассказываем, показываем, помогаем мобилизованным, помогаем тем ребятам, которые уже принимают участие. Все на добровольной основе. Мы с другими женами военнослужащих стараемся поддержать наших ребят в это нелегкое время, чтобы они знали, что у них есть надежный тыл. Ну и чтобы это скорее все закончилось. Ну и, конечно, сам концерт. Отличную программу представили собравшимся мамам самые яркие звезды Карачаева Черкесии. Своим творчеством дам порадовали молодые исполнители Руслан Качиев, Роберт Качиев, Шервани Мурдалов, Руслан Идеев, ансамбль Сударушка и многие другие. Кто-то из великих людей сказал, мир был бы намного лучше, если бы мы смотрели на него любящими глазами матерей. И, вероятно, каждому из нас стоит прислушаться к этим словам. И подобные мероприятия, безусловно, способствуют не только радостному настроению, восхвалению матери и ее роли в жизни каждого человека, но и нужным и правильным поступкам. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Тайна следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин